12 июня сша внесли мосбиржу в санкционный список запретил торговать долларами и евро чем сделали для меня украинца праздник день независимости россии уже праздников вообще конечно приятный сюрприз в том что еще ну помимо того что-то действительно реально крутейшая санкция мощная такая подрезка ахиллесовых сухожилий но еще приятно то что мне хотя бы стало понятным понимаете вот я сейчас я сейчас специально нашел 8 декабря 2023 года 7 месяцев назад больше уже да я написал видео на ютубе называется украина поводы для пти для оптимизма или у меня грех вот я там сказал что ребята желтам переживайте насчет россии шоу на там на продолжительную войну готова у них сейчас говорилось и месяца назад курс доллара под сотню тогда был 92 к доллару они закладывают в бюджет один процент роста экономики но 25-22 процента роста доходов это то есть они официально заявляют что курс доллара вырастет на на четверть до 130 до 125 ну и в общем то как-то после этого то есть это неизбежно да то есть не откуда тебе взять этих денег и после а потом уже ну и месяц 2 идет 24 года и непонятно никак не растет этот доллар наоборот рубль падает то есть падает относительно рубля и какая-то фига день ну значит поначалу думали что я лично думал что сдерживают ради того чтобы выборы там прошли потом инаугурация чтоб прошла но тоже инаугурация прошла доллар наоборот только падает 87 и к доллару да то есть ну какая-то полная фигня причем ладно я там не понимаю там кто-то рабочий да там никаких экономических знаний у меня нет но я там смотрю алексашенко допустим да это зам пред центрального банка россии в какой-то момент был человек да он тоже говорит я горит не понимаю механизмом которыми сейчас удерживается это трубы за счет чего то ли это там в китае вот это сейчас платежи пресекли да там алибаба вот это алиэкспресс там начинается то есть тоже под санкции попадают китайские банки за сотрудник с тем что из того что сотрудничает с российской федерацией и соответственно доллар это заходит от продажи нефти в россию а выйти они не могут потому что с россией ничего не хотят никто брать как от прокаженных шугаются да ну то есть как бы вот этим объяснял что то есть перенасыщение долларовой массой которую нельзя никуда ликвидировать купить занятие что-то достойного нельзя на где в африке козе какашки собирать покупать за эти доллары там или в индии какие-то пряности да так вот но сейчас сейчас в общем-то объяснила все как она что идет люди целенаправленно целенаправленно совершенно искусственным способом занижали курс доллара скупая его и видимо я не знаю там уже даже договорняк такой был американцев и россиян сейчас получится одну вот сейчас лопанет там этот доллар там с будет обменный курс там 130 150 и россияне там правители скажут а это ж не мы это жду против нас санкции или лишь а полезные полезные очередные полезные санкции то есть ну как бы будут тыкать на америку показывать рукой на байдена это бедненько по моему вполне логичное объяснение то есть вполне может быть сговор россиян там каких-то финансистов российских с финансистами американскими для того чтобы и те свою выгоду поимели те свою выгоду поимели не как бы и россиянам что ты сделаешь а вон там это все это все проклятый запад козни строит да ну теперь я так понимаю да он сейчас какой там обменный курс и говорят что спред вот этот получается то есть что сейчас изменится для россиян в курсе валют сейчас этот спред между разница между в обмене и грубо говоря ты приходишь уже цифры такие называют один банк покупает доллар по 50 рублей по 55 по моему сегодня прозвучало а продает по 130 вот эта разница ну конечно устаканится в этот спред будет такой нормальники ну в общем приятно когда картинка мира тебе складывается вот как когда нападение на харьков было с 10 мая больше месяца назад уже они поперли а думаешь что не делают но это суицид но это убийца головой об стену то есть для нас так как украина это хорошо шаницы вооруженные силы тратят просто блин на убой посылают лбом об стену пришли ребята и сама убиваются по всей делянке но я думал зачем это зачем для меня это было я с апреля месяца говорил что никакого окружения харькова не будет это невозможно и ты же думаешь они не настолько идет а потом 12 мая только бах шейгу убирает убирают патрушева я такого начала картинками рассложилось все правильно пазлик нужный нашелся чтобы это всю картинку нарисовать надо было отвлечь потому что ну то есть не им бы на очередь и на то надо было долбить блин афиг там где они прорвались тогда все силы туда кидать а они полезли на харьков положить там брун просто не знаю сколько они там по тысячи с лишним народу в день кладут ну так для того чтобы пиар-компанию конечно на очередь и на там расширение не так бы не от не отвлекло как наступление на целый харьков сначала на окружении а потом уже на буферную зону они согласились это мы делаем буферную зону ну-ну вперед там будут валы просто валы вот это буферной зоны из российских оккупантов ладно все в общем я поздравляю конечно всех нормальных меняемых людей это прекрасные санкции америке спасибо большое а россиянам и о предыдущем видео советовал наличку покупайте и я просто мне на вас честно говорят глубоко не буду даже говорить что но просто для того чтобы эти деньги не попали в руки лапу вашему государству до которая потом использует на то чтобы украину там уничтожать против меня воевать то есть я абсолютно искренне и без всяких подколов вам говорю хотите сохранять свои деньги не пытайтесь никаких криптовалюты там кто-то за это какие криптовалюты был особенно если такой же как я рабочий то понимаете дупля не отбивают что там какие-то криптовалюты или еще что-то кошельки какие-то в мане там еще какая-то хрена тень вы с этим вообще дупля не одну не справитесь с этим я вас уверяю наличку покупайте наличку только они на не на бирже не на банке а именно чтобы у вас на руках где зеленые бумажки были долларовые треклятые так ненавидимые вами закатывайте их целлофан в вакуум и это по огородам себе прячьте понятно все буду украина